Доброе утро, мои любимые и мои хорошие! Тере Муккалли, а мы на Чесском озере, в лесу проснулись. Хорошо, тепло между прочим было, вот эти отопители очень помогли. Наслаждаемся тишиной. Вы знаете, что я нашла за сараем? Зашла за сарай, обошла дом. А здесь вон какое семейство у нас. Черники по-прежнему очень много здесь, никто ее так и не собрал. С этим ремонтом никто ничего не успел. Смотрите, какая крупная. Так и висит. А здесь лисички, семейство. Здесь вот такой красавец мухомор. И здесь прямо около веранды. Это же кто такие? Это что ли маслята, Вась? Кто это? Нет? Самые настоящие маслята. Да? Кажется. Скажите мне, друзья, это масленок или нет? Шкурка такая мокренькая вроде. Георгины по-прежнему цветут. Бутон за бутоном такие крупные. Ну вот после того, как я этот масленок нашла, знаете ли, что-то потянуло меня в лес. А давайте-ка в лес поедем. Не все же работать. Приехали мы в какое-то место. Встал. Муж говорит, а давай-ка встанем вот здесь. А ну и давай встанем. Ну и встали мы. И прямо из машины видим. Какого-то красавца. И еще. И еще. Какой хорошенький. Боже мой, тут вообще идти никуда не надо. Они аж под ногами. Неважно, это гриб. Ну. И это под... Как это? Подберезовик. Этот, да? Да, это подберезовик. И те подберезовики. Нет, а вон тот. Тот тоже, да? И тот подберезовик. Ну-ка давай, Кристина, под самый корешок. Вася, а вот на этой штуке сидел медведь из корешки до вершки. А, да, да, да. И играл. Это его. Играл на этой штуке, да. Так, Кристина села. Не садись на пенек. Не ешь. Не ешь пирожок. Не ешь пирожок. А грибочек-то снимешь? Грибочек-то давай под самый корешок. Он еще рядышком, еще один. Ой, сидит в грибах вся. Ну что у вас, работает? Да. Работает? Остро. Ну так это для медведей. Так. Так, друзья мои, заходим прямо в лес здесь. И знаете, первое, что мы видим? Свалка. Под каждым кустом. Под каждым. Да, у нас что, это не свалка? Для меня это свалка. Вон пакеты, смотри. Слушайте. Банки, пакеты. Кто? Послушайте, у кого же поднимается рука? Вы посмотрите, что здесь происходит. Вот мы так бережем. Бережем мы так свое... Боюсь. Кого нужно самки? Матушки. Самки? Ты серьезно? Да. Но я тебе скажу больше. Кто-то озаботился пандемией так, что здесь противогаз. Слушайте, это не противогаз. Это целый костюм вместе с сапогами. Противочумный какой-то. И это все в лесу? Серьезно? И это тоже как одежда. Резиновые сапоги. От коронавируса, что ли, защищаются? Скидывают в лесу, потом все. Это выушные. Но ничего себе. Я вам признаюсь честно, я давно такого безобразия не видела. Это вообще немыслимо. У дороги элементарно вот здесь два шага в лес свалено. Побережье Чудского озера. Когда это вообще все переработает природа? Никогда. Никогда, правильно. Ужас какой-то. Смотрите, что здесь. И тут же среди всего этого нашли масленок. Приехать, свалить и уехать. Ведь для того, чтобы сюда это все привезти, ведь люди наверняка на машинах. Ведь правильно, неужели не уехать в город? Вот так. Возмутительно. Резиновые сапоги, противогазы и прочие вещи. И среди этого грибы. Видишь, да? Что это, Вась, был? Зонтик был? Был гриб. Зонтик был. Потому что вот эта ножка, она... Зонтик. А хотя, в принципе, нет. А может быть и да. А давай безможет быть. Лес совсем осенний. Вот мы видим впереди такой красивый пригорок. Пойдем посмотрим, может быть там какие-то грибочки есть или просто полюбуемся. А у меня тут какой-то маслята, наверное. Кристина разбирается. Она уже такая черная. Брусенька прямо по черной. Ну, как бы такая темно-красная, уже перезрелая, да? А, наверное, вкусная. Можно попробовать. Старые ягодки, помнишь, да? Старые. А посмотрю, еще посмотрю. Видишь? Посмотри, вот еще. Они были старые, такие вот зажрелые. Ну-ка. Брусника, да. Чуть горьковатая. Прямо трескается во рту, знаете. Ой, вкусно. Вот этот вот. Муж придирается куда-то. Ой, это волнушка, мне кажется. Это волнушка, Вась, по-моему. Но волнушек должно быть много. Он махматенький? Нет, посмотри, он маленький. Это волнушка. Ну, он как бы, наверное, горький. Это волнушка, это горький. Если их много, то их засолить. Посмотри, Кристина, гриб. Ох, какие красавцы. Какие красавцы. А вот еще один вдалеке, видите, сидит в траве. Ну-ка, посмотрим, кто это такой. Да, мухоморы. Кристина нас учит тому, что мухоморы кушать нельзя. Здесь прям брусничник. А мы вот попробуем сейчас забраться на самую гору. Ой, сколько брусники. Ой, как хорошо-то. Ой, а это кто такой? А это кто такие тут? Здрасте. Вот так. Ох, так красиво. Здесь только медитировать. Так вот сесть и слушать природу. Друзья, скажу вам честно, мне вот в городе этого катастрофически не хватает. Этого воздуха, этих звуков, тишины, простора. Как хорошо, вы не представляете здесь. Ой. Ой, какие это кто такие? Это кто такие? Это маслята, наверное, да? Маленькие, молодые. Их здесь миллион. Кристина нашла тут целую полянку. Ой, как много. Ой, какие хорошенькие. Ух, сколько. Ну, будет нам соус. А сзади, Кристина, тебя-то видела? Тут еще одно семейство маслят. У нас маслят, Вась. Прямо. Да, тут прям поле. Так, а это, мне кажется, подберезовик. А ну-ка покажи. Это волнушка, Вась. Это волнушка. А вон туда, вон, иди. Вон туда. Вот смотри. Ой. Давайте с вами полюбуемся. Прибор. Здесь целое семейство мухоморов. А вон еще круги, крупные, прям как тарелки. А это маслята. А здесь как раздвинешь, так и маслят полно. Ну, они, наверное, старые все. Ой, какая красивая. Да-да-да, не собирай. Главное же не что-то пойти собрать или... Вот цель, просто красиво. А здесь еще, смотрите, ежевика. Ежевика. И уже созревшая. Какая здесь красотища, друзья. Это просто невероятно. Вы посмотрите, все просто красное поле. Красное поле от брусники. Вообще здесь очень красиво. Здесь такие просторы. Природа невероятная. Кристина сидит на пенечке, любуется красотой тоже. Ой, тут тоже брусники. А вот и белый. А вот и беленький. Ах, хорошенький. Наверное, старый. Ой, ну красивые они тут все. Так, кажется, еще один белый. Ну, они, наверное, все старые. Ой, ну как это красиво. Как это красиво, послушайте. Ну, а это что? О, это белые. Слушайте, один, второй. И белых полно. Ох, красавица. Слушайте, валяюсь в бруснике. Сил нет. Вы посмотрите, что. Здесь просто поле. Ходишь и топчешь бруснику. Мы решили завтра взять два ведра с утра и прийти сюда и собирать бруснику. Вы посмотрите, сколько ее здесь просто поле. И вообще просто вот так вот полежать и посмотреть на природу тоже. Как красиво. Это невероятно. Как в городе этого не хватает. Посмотрите, сколько. Я прямо в ней лежу. Лежу просто. Усыпано футбольные поля, усыпанный брусник. Кристина нашла здесь. Какая ель. Ой, какая огромная. Целый домик у нее там теперь. Мы просто ходим и топчем ягоды. Топчем бруснику. Ну все. Мы завтра справимся. Мы насобираем. Вот еще грибы. О-о-о. Ну, есть ли у нас эксперты? Чей помет? Кто-нибудь знает? Лосиный? Нет? Слишком мелко для лося. Кабан? Кто это? Может быть, косуля. Косуля? Ты разбираешься? Следы косы здесь, понимаете? Как это следы? Где? Они такие маленькие, такие ямки. Маленькая, но глубокая ямка. Да ты что, покажи. Смотри. Так. Ну, как бы земля оторвана, да? Видишь? Она как-то росла здесь. Копыта чьи-то. Видишь? Согласна. Вот еще. Это следы копыт. Это уже старые следы. Они уже поросли мхом. Видишь? Но какашки свежие? А есть следы и свежие тоже. Ничего. И вот, смотри, вот видишь, да? Ямка какая-то. Видишь, это копытом сюда. И вот. Да, да, да. О-о-о. По следам невиданных зверей. Да. Ой, грибы, грибы, грибы. Я уже на них не смотрю. А вон там что за грибы? Вон там впереди что за грибок? Смотри. Какая зеленая, красивая. Из них поделки делать можно осенью. Украшать дом. А вот это вот белое. Это смола. Как пахнет. Ой, папа у нас здесь. На лисички напал. Да, тут поможем. О-о-о-о. А здесь кто спрятался? Друзья, просто поля. Просто поля. Брусники. Тут же маслята толпами. Просто. Это, конечно, что-то. Ну, насчет чистки грибов. Меня грибы интересуют только на момент на шоу. Далее. Далее я уже не хочу. Кушать, кстати, тоже. Только собирать. Какие хорошенькие. Я их путаю часто с березовым листочком. Ой, как похож. Похожи на березовые листики. Прячутся. Какие хитрые, а? Ой, опять помет. Ого-го. Это какашки свежие. Я, конечно, дико извиняюсь за подробности какашек, но этот помет совершенно свежий. Только что, как говорится. Свежая брусника. И не переваренная. Непереваренная свежая брусника. Только что. На ней еще нам прям, как сказать, дымится. Извините. Кто ее ел, интересно? Очень. Мне больше интересно, кто какал. Не, подожди. Кристина, смотри, какашки свежие. Это вместе вышло и брусника. Да. Ничего себе. Кто-то не переносит бруснику. Или... Кто-нибудь знает? Это мы не собираем, просто чисто любопытно. Смотрите, как будто шарики, но это грибы. И их много. Вот так вот они растут. Да, кстати. Как будто картошка. Картошка. Боже мой, да здесь целые плантации. Рядом с какашкой. Как будто какая-то картошка. А, разломи. Я не... Как разломи. Ну так, пополам. Что там внутри? О, трюфеля. Ой. Тюфеля. Какой-то, да. Да, как-то интересно. Вот они вот просто так вот лежат, и их много. Еще очень интересное строение тут увидели с Кристиной. Мне кажется, это муравейники на одного муравья. Посмотрите, сколько их. А может, это не муравейники? Ну, это я так шучу. Маленькие домики, их очень много. Очень много таких домиков. Вот здесь еще. Чьи это норки? Кто знает? Ну, вот побыли мы в лесу совсем недолго. Это наш улов. Еще в пакетах есть грибы. Ну, маслята. Лисичек много. Вон, брусники набрали. Так, погуляли скорее. Ну, очень понравилось. Так хорошо природа. Единственное, что вот эта свалка и помойка меня очень сильно расстроила. Кто самый лучший муж на свете? Представляете? Причем тут не просила, ни слова не говорила. Как ты просила? Ты же, ты же, а кто, а кто? Ты пошел, сел сам. Давай честно. Нет, я никого не просила чистить грибы ни одной минуты. Сознайся. Просто муж знает, прекрасно, что я терпеть это не могу. Посмотрите, сколько у нас всего. Все время их чистил. В детстве? Да. Ты наказан. Это маслята. Губку снял, шкурку снял. Нет, я подожди. Не везде снял. Где маленькие, там она... На маленьких и не снимают. Там она плохо снимается, там все ломается. На малышей и не снимается. На вот этот, наверное, надо было. Ты уже заканчиваешь, только шишки не почистить. Шишки, между прочим, можно... Так ничего, так нормально. Да, да. Все остальное сама. Это просто геройство. Мы начали заниматься полом. Наконец, из-за того, из-за чего мы сюда приехали. Муж уже все пылесосит, готовит. Пол для первого слоя, для грунтовки. Сегодня будем его грунтовать. Сейчас я вам покажу, чем. Так, вот это, по-моему, грунтовка. Да, это грунт. Грунт-лак. А это сам лак. Лак, он интересный. Он двухкомпонентный. У него здесь есть какой-то как дозатор или что это за крышечка. Это затвердитель. И это сам лак. Особо износа устойчивый. Очень интересный лак. Опал 55. Двухкомпонентный. То есть, износа стойкость у него будет очень высокая. Она в большую комнату, вот в каминную. Мне кажется, что нам нужно прямо супер. Чтобы он держался, и чтобы это было красиво. Вот, ну а сегодня грунт, специальный грунт к этому лаку. Потом лак, затвердитель со специальными соотношениями. Все. Вот, а сегодня мы тогда будем грунтовать первый раз. И одного раза достаточно. Грунтовать буду я, сама лично, по собственным контролям. А муж вот пылесосит, готовит пол. Хотела рассказать вам один лайфхак, один секрет. В каждом, в каждой доске, в каждом дереве есть какие-то мелкие неровности. Доска у нас высокого класса, но тем не менее, кое-где попадает там вот как дырочка. Правда, это за дверью, это ничего не видно, но там вот есть пара маленьких дырочек. Значит, лайфхак такой. Вот этот грунт лак смешивается с опилками этих досок, которые мы клали на пол. Вот их отпиливали, я эти опилки собрала. И теперь с грунт лаком смешаю в кашицу. И как будто бы зашпаклюю вот эти вот парочка дырочек, что у нас есть. Вот, так что это некоторый лайфхак. Вот у меня, например, дома в ванной коты разодрали косяк двери. Безобразно. Вплоть до дерева, прямо дерево там вижу. Вот я тоже возьму эти с собой опилки. Тогда я смешаю, наверное, с клеем ПВА или со шпаклевкой по дереву. И тоже вот так вот буду зашпаклевывать и спасать там свой косяк. Ну, такие некоторые мелочи, советы. А вдруг кому-то пригодится, это было бы неплохо. Так, ванночка у нас для лака готова. Кисть тоже профессиональный муж привез. Мной профессионал перед вами. Это вообще лакировки, грунтовки. Это мое. Так что начинаем работать. Ну вот, знаете, как сложно пролакировать пол в входной, в каминной комнате. Вот столько мелочей. Потому что никуда, больше ни в какую комнату, на кухню, гараж там, вы никуда не сможете зайти. То есть надо абсолютно все до мелочей продумать. Выйдите с кистью, куда ее положить? Вышли, красили в одной одежде. Во что переодеться? То есть, ну, тут такая дилемма. Чем мы все передумали, все переделали. Оказалось, это не очень просто. Хотя, в общем-то, вроде как бы учитывалось все. Но теперь вроде все пропылесосено. Все отступных уже нет. Мои уже сидят в стороне машины, там уже ждут. Вот. Теперь я буду варить кашицу. Варить, варить кашка для дырочек. Вот сейчас я поищу какие-нибудь. У меня вот здесь за дверью я видела дырочку. Вот. Вот здесь за дверью вот одна лунка. Вот ее сейчас мы... Грунт с опилками, что я вам говорила. Вот вторая. Вот еще одна есть. Вот такого рода. Дырочки. Это за дверью вот как бы есть. А по самому, по основе здесь я... Ну, здесь не было. Но все равно. В общем, смешиваем и потом грунтуем. Лак очень удобный. Грунт-лак, видите, она с дырочками. Вот. Я таких вот столько опилок насыпала. Честно вам скажу, я про этот лайфхак сама узнала недавно. И никогда этих кашек не варила. Ну, теперь попробую. Ну, где-то вот такая кашка у меня получилась. Теперь я вот эту гущу, дырочку и шпатель я приготовила, чтобы выровнять. И тогда прогрунтую весь пол как бы сверху. Ну, вот эту кашку я сюда, как пломбу зубную. Как пломбу. Ой, и отчего, вы знаете, я не была зубным. Надо было мне на зубного учиться. Очень хорошо. Вот здесь вот за дверью. Вот так абсолютно не видно, как будто это... Только должно быть. Очень хорошо. Хороший этот... Метод. Мне нравится. Работающий. Ну, и пошло само грунтование. Видите, грунт. Какого белого цвета, молочного. Неужели мы дожили до этого момента, когда мы грунтуем, мы пережили это. Мы это пережили. Как мы лазили здесь по лагам, скакали. Как сайгаки. Как сайгаки. Никакого отвратительного запаха нету. Приятно все. Такие теперь материалы, что очень приятно работать. Нигде ничего не воняет, знаете. Не пахнет, не дружно. Я в восторге от этого грунта. Я, конечно, просила такой, чтобы вот он вытаскивает структуру дерева. Видите? Здесь еще как-то так не крашено, ну, не лакировано. А здесь он прямо вытаскивает ее. Вот написано было, грунт, который определяет, выражает вот эту структуру. Ой, потрясающе. Все. Пол готов. Ну, как вам? Маста закончила? Такая счастливая? Ой, так красиво. Все потрясающе. А теперь отдыхать. Подождите. Если я покрасила весь пол, то где мы будем ночевать? В комнату не пройти. В Таллинн мы не едем, потому что завтра приходит мастер и ставит нам дверь, и мы должны лакировать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...